здарова танкисты всем привет с вами серёга с вами эндомит и сегодня у нас очередной обзор танков наш любимый игры мир танков атлесты games и сегодня у нас необычный обзор а топ-10 танков для фарма серебра куда я включил е-75 т.с. прем танк 8 левела немецкий вот один из моих любимчиков как я считаю что он подходит хорошо для фарма и причем мы продолжим обзор конечно же подпишись на канал если до сих пор это не сделал ну и прожми лайк под видосом ну а мы с вами начинаем обзор и давайте плюс и минус этой машины для фарма по серебру и начнем мы конечно же с бронирования итак господа коллижен модель нашего е-75 т.с. по корпусу нлд 184 178 ну в районе 180 если от переда танковать то вот где-то вот так выставляясь мы можем танковать какую-то часть обычных не голдовых снарядов на тяжелых танках но не всегда все-таки достаточно слабая броня но за счет рикошета разве что разве что ладно в л.д. у нас снизу 195 сверху 208 ну не назвать этой это броней какой-то супер ультимативный да такие танки как из 5 и 6 крайслер там будут испытывать определенные затруднения по бронепробитию в л.д. а вот большинство танков все равно тяжи даже на восьмом уровне нас обычными снарядами могут пробивать но а голдой уж точно теперь касаемо башни маска орудий у нас как у льва такая вытянутая да ну и давайте смотреть кругляк 230 рядом 440 310 по бокам вверху 370 370 внизу отличная маска орудий теперь касаемо собой башни внизу под маской 236 260 вот эти вот щечки у нас 237 здесь будет рикошет потому что здесь хорошая приведенная броня углы вот здесь 300 ну и 400 и короче башня очень хорошо зашита есть лючок 168 но он у нас такой тоненький достаточно верхняя часть на самом деле рикошет на и когда вы часто стреляете этому танку в люк вы попадаете верхнюю часть и будет рикошет нужно целиться прям ближе к самой башни в эту тонкую полоску касаемо борта все хорошо у нас 85 у нас есть противоаккумулятивные экраны танкует знатно подставляет щеку здесь у правда 215 приведенки будет под башенный цилиндр в принципе крепкий вот но главное конечно же не перекручивать иначе начнут пробивать все должно быть в рамках приличия так с броней разобрались как для восьмерки тяжелого танка башня хорошая а вот корпус ну в лд еще ничего нлд конечно такое относительно орудия 9 левел естественно пушка прем танк 360 альфа 227 пробития на основном это хорошо двести восемьдесят два на голде тоже отлично пушка на стойке заряжается 11 небольшим секунд дпм 1900 038 точность на стоке как для тяжелого танка очень приличная точность две с половиной секунды время сведения комфорт вот касаемо полевой модернизации второй блок вездеходная ходовая 4 отстройка пролакса пятый блок звукоизоляция второй слот мы ставим на мобильность я на этом танке буду катать с турбины до фармить с турбины по оборудованию стаб турбина досал вместо стаба можете принципе ставить естественно закалку но мне хочется побольше настрелить на этом танке поэтому важно как бы стабилизация назовем это тогда орудия потому что мы буду выцеливать уязвимые места противников и до закалка нужно тяжелый танк но без таба это танчик на мой взгляд играется не самым лучшим образом по снарядам основной у нас ббх это хорошо нормализация снаряда все такое летит и что голда подкалиберной тысяча 375 отлично по снаряжению ремка аптечка автоматический огнетушитель 5 членов экипажа у нас есть радист перки наблюдает перед собой в таблице теперь по плюсу минусу машина у вены минимально комфортный минус 8 у нас присутствует время сведения 2460 35 точность на тяжелом танке дпм вырос до двух тысяч двести шестьдесят пяти пушка заряжается 9 там ну практически с половиной секунд и это хорошо вот по хп 1550 средний параметр ни плюс ни минус по мобильности на турбине 50 вперед 21 назад 17 половиной лошадей на тонну отдельной мощности это тоже хорошо по обзору 408 метров чуть больше чем у конкурентов на восьмом левеле среди тяжелых танков вот машина интересная играть естественно стараться от башни где-то можно показывать вверх корпуса но вот нлд лучше врагам не показывать предлагаю отправляться бой давайте поглядим а как эта машина только на одних бэшках будет фармить нам серебро поехали так господа обзор боем е-75 т.с. обзор танка фарм без голды попали в супер тяжелый сетап девятки десятки напротив ну без голды так без голды посмотрим как е-75 т.с. фармит без голды чему тут настреляет из проблемных машин для нас я вижу по сути минотавр ну плюс фв хотя фв можно еще нам пробивать а вот минотавр да интересно где эта тварь будет играть да да хорошая подвижность почти полто с фигачем на тяжелом танке так ну вроде наши бодр за нами еду что тут то не поедет нет пока чё-то никого а у нас уже кто-то кончился нормально приехали о очень плохой противник едет по нашу он нам тоже вломил но мы ему тоже вломили разводим разводим на выстрел да развели проверяй гуселька у нас выбрал я себя для перестрелки не самый лучший танк это сто процентов чего высунется еще непонятно высунулся нет так не пойдет так чё он еще будет высовывать наш выигрывает город но мя хп прям под минотавра нельзя сейчас подставляться други надо смотреть чтоб он переехал его наши засекли тогда можно вперед что думать но пока он может быть за углом никак вот переехал вот там копры копры ко мне ща кобра приедет стопудово ну да вот она все но ребята 2 800 далее в бою против десяток я надеюсь что будет победа посмон играл против самого жесткого танка в сетапе с минотавром основное свое хп я на нем по сути и растерял но 3к против десяток против девяток давайте глядеть чем будет закончиться и сколько мы в итоге по фарме ну по идее должны начислить нормально потому что играл в упоре блин а мы еще и проиграть можем у них тут до хера танков забейте 268 пока он едет все отлично молодцы ребят 56 тп в поле ну такое по хп рядом по стволам получше ситуация вон а т-30 тихо ты господи шо ж ты слепой то на концепте так 10 8 где-то тут лёпик 56 тп долбите минотавра приехал чучело это бронированное минотавра это проблема ххххххххн 109 Кобра сейчас в хвоста заедет, вот это плохо, она уже в районе нашей базы в туза, так сказать, заскочит нашим вполне себе может. Бабаха, вперед поехала, все, да это проигрышно, я думаю, по хп мы уже почти в два раза заливаем. Так, Лепику убили, хорошо, надо что бабах Минотаврус сбрило как-то, блин, на 56 ТП очень долго живет, все, прячься в конце. В кустиках стоит, там миллион миллиметров брони, да бесполезно, основной проблемой сейчас будет Минотавр, вот он, давай быстрее, о, хорошо, вот это было хорошо, захват базы. Надо на базу вставать и захватывать, базу захватите, черти, концепт вперед, на захват, вот. Вот, втроем встаем, все, втроем встали, хорошо. Ну все, победа, они в любом случае уже по времени не перейдят, у них всего лишь два танка осталось. Так, ну что, ребята, давайте прогнозировать, сколько будет начислено, я думаю, что 180 начислят, а 160 будет чистыми. Все, ладно, мы старались, но имба наша на ВЗ-55 почему-то обосралась и не смогла ничего сделать. Вот, я вот всегда говорил, даже на тяжелых танках, 8-го левела, на прем-танках, нормально, 3к урона, вот прям, это нормально. И пофармить, 158, ну вот я ошибся, начислили 158, третье место у нас по урону, почти 3к настреляли, а чистыми у нас 138, ну вот я не ошибся, то, что разница в 20к, ну почти 140 тысяч чистыми, в принципе, вполне себе годно. Поэтому танчики я также рекомендую для фарма, как вариант, вот. Ребята, у кого есть 75 ТС, пишите свои комментарии, есть ли у вас в ангаре такая машина, нравится на ней или фармить, получается ли на ней фармить. Вот, как по мне, вполне себе годная машина. Ставьте Лукас под видео, подписывайтесь на канал, ну и я говорю, до скорых встреч, пока. Поддержи брата-танкиста лайком под этим видео, подпиской на канал, ну и, конечно, прожми колокольчик, чтобы быть в курсе всех новых стримов и самых последних обзоров по нашей любимой игре. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok